Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о работе в проекте JobPlant. Это новый рекламный проект без вложений, где можно зарабатывать деньги и рекламировать свои проекты, товары и услуги. После регистрации мы заходим в свой кабинет и давайте немножко разберемся, какие функции здесь у нас есть. На главной странице кабинета мы видим наш логин, видим кто нас пригласил, видим свою реферальную ссылку. Сразу можем поделиться реферальной ссылкой, здесь у нас есть такие социальные сети. Дальше, если мы не установили расширение, то мы его устанавливаем. Можно перейти сразу в магазин, можно на оперу поставить, можно на гугл хром установить. В принципе делается это не сложно, вот такой вот значок у вас появится, вот такая вот информация по нему. По этому значку здесь можно отключать, включать ПК с рекламы, здесь будет вестись статистика, сколько заработано, сколько просмотров, сколько переходов. И так же самое ваш баланс. И кнопочка перейти в кабинет, так же самое здесь будет блок рекламы. Вот, идем дальше. Значит, есть история транзакции, вход, значит, есть информация для пользователей, значит, здесь есть видеообзор проекта. Можно посмотреть видео партнерская программа, здесь написано, что партнерская программа 7 уровней, с каждого уровня по 10% от заработка ваших партнеров. И есть таблица заработка. Значит, тизерная реклама, когда мы просматриваем тизерную рекламу, нам платят за 5 секунд 1,5 копейки, за 15 секунд 2 копейки, за 30 секунд 3 копейки. Поп-ап реклама, переход 4 копейки, посещение 5 секунд 2 копейки, 15 секунд 3 копейки и 30 секунд 5 копеек. YouTube 5 секунд 3 копейки, 15 секунд 10 копеек и 30 секунд 20 копеек. Вот такие вот заработки у нас могут быть. Если строить команду, конечно же, в принципе, при наличии работы, при наличии рекламы, в принципе, можно пассивно зарабатывать какие-то деньги. В принципе, за несколько дней работы у меня уже собралось здесь больше 5 рублей. В принципе, я нисколько ориентируюсь на заработок и вывод денег, да, сколько на заработок денег и на эти же деньги подачу рекламы своей. Также, с левой стороны у нас есть меню. Мой аккаунт здесь кабинет, настройки, зачисления и сообщения. Обязательно зайдите в настройки. Здесь у нас можно указать имя, фамилию, пол, страна и город. Сохранить. Также есть пароль, где можно поменять. Есть платежные реквизиты, где нужно будет обязательно указать, если вы собираетесь заводить деньги или выводить деньги. Контактные данные вы можете здесь указать. Скайп, телефон, ваш email. И показ рекламы. Вот здесь вы можете настроить то же самое, показ рекламы. Дальше. Следующее зачисление. Значит, здесь будут показаны те зачисления, которые у вас производили при показе рекламы. Вот в данном случае вы можете видеть рекламу. Это как раз от проектов JobPlan. И вот такая она вот в плане окна, вот видите, да. То есть подтверждаем. Если мы перейдем, допустим, еще зарабатываем дополнительные деньги. Здесь вы видите, какое начисление идет периодически, сколько было уже просмотрено. Все это, в принципе, просматривается реклама практически в автоматическом режиме. Единственное, сразу могу сказать, что когда появляется вот эта вот реклама тизерная, она иногда разрушает фрейм, то есть блокирует работу с той страницы, на которой вы находитесь. Ну, в принципе, да, это такой вот минус. Часто наблюдается в похожих проектах такой вот момент именно с тизерной рекламой. Она просто блокирует страницу, и вам приходится потом ждать, пока эта реклама исчезнет, и перезапустить страницу для дальнейшей работы. К сожалению, есть и минусы, да, поэтому о них тоже нужно говорить. Раздел сообщения. Здесь, возможно, с вами будет общаться ваш спонсор, ваш вышестоящий спонсор, может, что-то будет писать, и вы также само можете общаться с своими партнерами. Зарабатывать. Мы можем зарабатывать на посещениях. Значит, давайте проверим, как это работает. Ну, в принципе, его за 5 секунд нам будет 2 копейки. Жмем. Попадаем на сайт рекламодателя. Здесь у нас вот такой вот счетчик идет, отсчитывают 5 секунд, 0, все, 2 копейки нам зачислено. Закрываем окно. Кинуть страницу. Обновим. Все, реклама исчезла. Нажимаем следующую. Появляется опять вот такой вот в левом углу таймер. Все, 2 копейки начислено. Закрываем. Смотрим. Обновляем. Так, это мы уже просматривали. Так, следующая реклама. Это уже 15 секунд. Так же само просматриваем. Давайте попробуем перейти на другую вкладку и посмотрим, просмотрит ли счетчик будет или нет. Ну, в принципе, как бы счетчик идет, даже когда мы переходим. Так, давайте перейдем в раздел YouTube. Значит, здесь пока нет заданий по YouTube. Видим, что нам денежка начислилась. Вернемся к посещению. Осталось вот буквально сколько посещений. Давайте еще один откроем и проверим, как это работает в плане, если мы будем переходить на другую страницу. Вот такой бывает еще момент, когда не отображается вот значок такой, да. То есть, соответственно, нам за этот просмотр не платят. Давайте еще поищем, где нам платят. Вот, появляется, да. Ну, мы сейчас вот перейдем, допустим, в другой какой-то раздел. Возвращаемся. Видите, все-таки можно вот так вот даже просматривать, не находясь на этой странице. Так, YouTube нет. Есть задания еще. Кто любит выполнять задания, может посмотреть, может вы найдете себе какое-то задание. В принципе, заданий немного, так как проект новый. Ну, и вы видите, что особо таких вот, да, просмотров тоже особо пока немного, потому что проект действительно новый. Дальше, что у нас тут? Реклама на сайте, ссылки в расширении, контекстная реклама, конкурсы и так далее. Пополнение, пополнить рекламный баланс, вывести средства, история операции, мои рефералы, реферальные зачисления, статистика переходов, ссылки и баннеры и так далее. То есть, все это вы можете просмотреть. Вот есть рекламный материал, вы можете взять. Так, что у нас тут еще есть? Пополнить баланс. Здесь мы можем пополнить баланс, работать с системами Robocasa, Plyer, PerfectMoney, InterCasa. Так, из основного баланса можно. Давайте посмотрим, что касается вывода денег. Вывод денег у нас PerfectMoney, Plyer и Яндекс. Три системы. Значит, минимальная сумма на вывод PerfectMoney и Plyer составляет 10 рублей. В Яндекс 16 рублей. Вот, в принципе, основные моменты мы разобрали, которые находятся у нас в кабинете. Значит, на этом видеообзор я заканчиваю. Обзор, был обзор кабинета проекта JobLand. Если вам понравилось видео, комментируйте его, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и следите за новыми видеообзорами. Это про entra assignment. Пока! Продолжение следует...